Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить вместе с вами вкусные овсяные печенья. Эти печенья зарекомендовали себя как очень вкусные, нам они очень нравятся, и мы их готовим уже не первый раз. Итак, что нам нужно для приготовления? Нам нужна тара, в которой мы будем замешивать тесто, это у нас будет кастрюля. Дальше нам понадобится мед, мука, разрыхлитель, сода, яйца, масло, овсяные хлопья и сахар. А также у нас будет вместо весов мы используем мерный стакан, в котором мы будем указывать все продукты, которые там находятся, в миллилитрах. Первое, с чего мы начнем, это с муки. Нам понадобится 400 миллилитров муки. Здесь мы можем увидеть, что для начала мы насыпали 300 миллилитров. 100 миллилитров мы будем добавлять в процессе готовки. Муку мы отправили в нашу кастрюлю. Теперь следующее, что нам понадобится, это сахар. Сахара будет 150 миллилитров, как вы можете видеть, это примерно здесь. Теперь высыпаем сахар и приступим к следующему ингредиенту. Следующим по списку у нас идут овсяные хлопья. Их мы будем использовать в готовке 200 миллилитров. То есть вот она, рисочка 200 миллилитров. Итак, мы добавили основные ингредиенты в нашу кастрюльку. Теперь мы добавляем разрыхлитель. Этот пакетик 10 грамм. Мы высыпаем его полностью. Дальше добавляем одну чайную ложечку соли. И теперь перемешиваем все это содержимое кастрюли. Перемешав все содержимое кастрюли, мы теперь добавляем в нее яйца. После добавления яиц мы добавляем 100 миллилитров масла. После масла в следующую кастрюлю у нас отправляется 2 столовые ложки меда. Итак, добавив мед, начинаем все перемешивать. Приступаем к замесу теста. Домешав содержимое кастрюли до вот такой вот консистенции. И теперь приступим к замесу теста уже на рабочей поверхности. Для начала мы посыпем нашу рабочую поверхность мукой. И далее добавляем все содержимое кастрюли на стол. Выложив тесто на рабочую поверхность, мы присыпем его немного мукой, примерно 1 столовая ложка, чтобы оно не липло к рукам. И приступаем к замесу нашего теста для овсяного печенья. Итак, вот такое тесто у нас получилось. Оно очень хорошее, вы консистенцию можете видеть сами. Оно немного липнет к рукам, но это скорее всего из-за меда. И чтобы оно не липло к рабочей поверхности, мы на нее добавим немного масла. И масло распределим тонким слоем по рабочей поверхности. На этом этапе приготовления мы уже ставим на разогрев духовку. Духовку мы ставим разогреваться на 180 градусов. А сами сейчас будем придавать форму нашему печенью. Для этого мы отламываем от нашего теста куски, из которых будем формировать уже само печенье. Вот такими легкими и незамысловатыми движениями мы придаем нашему печенью форму и перекладываем его на противень. Итак, заканчиваем формирование нашего печенья. У нас остался крайний кусочек теста, из которого мы долепливаем уже оставшееся печенье. Печенье у нас примерно толщиной в 5-7 миллиметров. А теперь отправляем наше печенье в духовку. Духовку мы предварительно разогрели до 180 градусов. И отправим печенье в нее на 20 минут. Итак, по истечению 20 минут мы достаем наше печенье из духовки. Ну, что можно сказать по виду? Оно выглядит очень хорошо, прямо как в пакете, который мы можем купить в магазине. Даем ему остыть и будем смотреть, что у нас получилось. Итак, печенье у нас подострило. Давайте же посмотрим, что там внутри. Да, как мы можем видеть, печенье пропеклось. На вкус это печенье выйдет очень вкусным. Для тех, кто хочет получить более хрустящее печенье, нужно сделать просто саму печенье более тонкой и оставить при той же температуре в 200 градусов на 20 минут. Это было очень вкусное печенье. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!